Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по Красноярскому краю и сегодня мы оказались в Усть-Мане. Для кого-то этот поселок знаком тем, что здесь огромное количество баз отдыха, ну а кто-то приезжает каждое лето сюда покупаться и позагорать. Но, как говорится, не только пляжами и базами отдыха известно Усть-Мана. И сегодня мы расскажем, чем еще здесь заняться путешественникам. Мы в Усть-Мане. Помчали! Этот поселок знаком многим. Его невозможно не заметить, когда едешь в Красноярск со стороны Девногорска или в обратном направлении. Здесь многие останавливаются для похода в магазин перед дальней дорогой. В этом поселке также останавливаются плоты после завершения сплава по Мане. От туристов тут нет отбоя. Особенно летом. Но так было не всегда. У поселка есть своя история, свои уникальные места отдыха, свои талантливые жители. Поэтому давайте представим, что в один прекрасный день вы, будучи отдыхающим на базе отдыха, решили, что вам уже достаточно нежиться на солнышке и пора посмотреть что-то еще. Начать, конечно, можно с музея. Он разделен на несколько исторических эпох, и каждый из вас сможет обойти его по кругу, перемещаясь по определенному временному циклу поселка. Музей был основан в 1964 году. Под руководством Константина Владимировича Зирянова наши школьники организовали вот такой замечательный музей. Археологический отдел. Все началось именно с археологического отдела. Здесь на стендах, вот в таких кружочках, обозначены места стоянок, где жили когда-то наши предки, древние люди. В археологическом отделе находятся останки древнего человека. Бронзовый век. Он был найден на берегу реки Мана. И найден он был ребятишками, школьниками. Прибежали в кабинет Константину Владимировичу Зирянову дети и кричат, Константин Владимирович, мы шкелета нашли, мы шкелета нашли. Константин Владимирович пожурил ребят за то, что они занимались самостоятельно раскопками. Но, тем не менее, скелет был изъят. Провели экспертизу и оказалось, что ему более трех тысяч лет. Первым же упоминанием о поселке служит копия документа на старославянском языке. Документ был найден в государственных архивах в городе Москве и в 2006 году его копию передали в Усть-Манский музей. В ней говорится о том, что здесь в 1671 году проживал казак конной сотни Клементий Арзамасец, который стал первым жителем этих мест. А что касается развития современного поселка, то это произошло благодаря манской сплавной конторе. В 20-е годы местные жители занимались заготовкой леса на всем протяжении реки. Это был очень тяжелый труд. Работали круглогодично и в любую погоду. Случалось даже так, что мужчины уезжали на заготовку леса в воскресенье вечером, а возвращались через неделю в субботу. Успевали переночевать и опять уезжали. Зимой по пояс в снегу лес заготавливали, складировали на берегу реки, а летом по пояс в воде сплавляли по течению. Молевым сплавом весь лес собирался у нас на территории Запани. Запань – это другими словами запруда, ограждение для того, чтобы удержать лес. Потому что мы с вами знаем, что рекомана впадает в Венесей. Если не задержать весь лес, то он, конечно, уйдет в Венесей. И для этого была сделана запань. Одним из орудий труда был багор. Летом он намокал и становился очень тяжелым. Но это был единственный инструмент, которым можно было освободить затор, который мог образоваться на сплаве леса из-за чего угодно. Два бревна могли зацепиться друг за друга и остановить весь поток древесины. Поэтому мужчины брали багор и разбирали затор, чтобы лес мог дальше пройти по водному коридору. А в конце сезона по реке шли бараки ходовой группы, которые зачищали берега, чтобы мана была чистой. Вот они, плоты того времени. Если сегодня вы сплавляетесь с музыкой и дискотеками в максимальном комфорте, то представьте, какие условия были тогда, сто лет назад. Конечно, в музее есть и другие интересные экспонаты. Поэтому обязательно посетите его, когда окажетесь в Усть-Мане. А мы движемся дальше. Мы продолжаем путешествовать по Усть-Мане, и вот она, следующая наша точка. И нет, это не администрация поселка. Мы находимся в парке активного отдыха. Именно здесь можно интересно провести время. А что тут именно находится, прямо сейчас узнаем. Это необычный парк. Здесь находятся закрытые отапливаемые купола, которые можно использовать как беседки. Можно приезжать жарить шашлыки, а можно просто любоваться природой. Но самое интересное – это веревочный парк. Вот где действительно можно отдохнуть необычно, спортивно и в некоторых моментах даже пощекотать нервы. Есть четыре трассы разного уровня сложности. Самые сложные трассы пользуются популярностью у взрослых. А вот легкие могут проходить даже самые маленькие экстремалы. В веревочном парке самостоятельно могут гулять дети от 120 см. Это первая трасса. Вторая трасса от 130 см. Третья, четвертая от 140 см. Ограничение по весу до 100 кг. Отлично, я подхожу. Проходим инструктаж по технике безопасности. Надеваем страховочное снаряжение. Выбираем трассу и вперед. С виду не так страшно. Посмотрим, что будет, когда я поднимусь наверх. Так, самое главное, ничего не бойтесь, на протяжении всей трассы непрерывная система страховки. То есть мы сейчас блок ролик вводим в консоль, вы повисаете на тросе. И до конца маршрута, пока вы не спуститесь на землю, вы будете застрахованы, никуда не денетесь. Вперед ролика руки не ставим, может прижать, если поедет. Либо за усы держимся, либо за саму каретку. На платформе не больше двух человек, на этапе, когда штурмуешь, не больше одного человека. Это дополнительно, чтобы не раскачивать этап, не испугаться. Ну, значит, первое препятствие. Капец, там еще одна. Я думал, все. Ну, пока весело. А это не самое сложное, да? Ну, все, я остаюсь здесь. Вот мы только что были в музее. Я предлагаю сделать музей на высоте. Так сказать, идешь, рассматриваешь фотографии, истории, устьманы. Как идея. Ну, ладно, я пошел дальше, а то у меня еще сколько препятствий? Еще девять. Ну, увидимся завтра. Оказалось, что не так-то просто взять и пройти все этапы трассы. Где-то затекают руки, где-то приходится повисеть на страховке. Но эмоции потрясающие. Особенно, когда доходишь до финиша. Ведь там тебя ждет очень приятный спуск. Ну, а если вы сейчас не готовы штурмовать веревочный парк или такой экстрима, в принципе, не подходит, то здесь есть кое-что другое. И это воздушная тропа. Кстати, первая в России. Ее протяженность 150 метров. И здесь открывается шикарный вид на лес, на речку Мана. И вообще здесь очень круто погулять на высоте 6 метров. И можно не только гулять. Есть даже место, которое можно назвать огромный гамак. Надеваешь специальную обувь и вперед. Прыгаешь, кувыркаешься. Можно просто развалиться и помечтать. Или просто встать на смотровую площадку и посмотреть на красоту, которая окружает Ману. В этот момент начинаешь задумываться о многом. Хочется сохранить это все не только в голове, но и на холсте. Жаль, что художник из меня никакой. Но есть в Устьмане человек, который является мастером сибирского пейзажа. К нему мы и отправимся. Знакомьтесь, это Ковгер Валерий Леонидович. Профессиональный художник, член Творческого союза художников России. Его картины украшают многие частные собрания. Русский музей в городе Харбини в Китае. С 1983 года Валерий Ковгер работает в клубе поселка Устьмана. И выставку его картин вы сможете увидеть прямо в холле. В зависимости от времени года картины меняются. Поэтому даже если вы были в Устьмане летом, осенью тоже заглянуть можно. Картины заиграют теплыми золотыми оттенками. А зимние пейзажи станут легкими и кружевными. Весенняя же выставка выглядит так. В картинах Валерия Леонидовича нет грусти, тоски, печали. Сразу погружаешься в мир покоя и слияния с природой. Мы попросили показать нам, как у него получается так изящно изображать берега и окрестности Маны. И Валерий Леонидович согласился. Надо картины делать, чтобы были с настроением, добрые. Как картина про плачущего мальчика есть. Что художник когда делал, сыну там поджигал пальчик. И вот она такую энергетику дает. Такую. И дома даже сгорали, у кого висела эта картина. Так что надо всегда картины делать. Такие добрые, с настроением. Чтобы люди радовались. Вот с такими мыслями Валерий Леонидович и выходит на улицу. Через некоторое время этот набросок превратится в потрясающий сибирский пейзаж. Можно любить или не любить разные времена года. Валерий Кофгер любит Устьману любой. Так же и вы в любое время найдете себе здесь занятия по душе. От музея до шумных дискотек. От экстремальных прогулок до выставки шикарных картин. Приезжайте в этот уютный, доброжелательный поселок. Вам тут будут рады. Вы посмотрели Край без окраин. Путешествуйте вместе с нами. Устьмана. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова